Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я вас приветствую на своем YouTube-канале Ирина Чукреева, где мы с вами разбираем тайны астрологической души наших героев. И сегодня у нас будет настоящее детективное расследование, как вы любите, распутывание клубка-треугольника Павел Мамаев, его бывшая жена Алана Мамаева и его новая жена Надя Хрен Его Знает Как, которую я буду называть Гадя Петрович Хренова. Нет такого имени! Сегодня мы посмотрим натальные карты наших героев, мы посмотрим, кто виноват и что делать. А что самое интересное, моя мысль, которую я вам хочу сказать, что человек, который прыгает из одних отношений в другие, находит ровно то же самое. Как из треугольника Прилучная Агата и Мирослава, Мирослава и Агата рождены в один день, в разные года. Это, конечно, сильно разные люди. Это, конечно, кардинально сделанная работа Павла. И здесь ровно такая же история. Ну что, мои любимые сплетники, готовы погрузиться в мир драм богатых людей? Ну или не очень богатых? Да, ладно. Тут как бы история такая. Когда я смотрю треугольник, мне всегда, я всегда немножечко на стороне жены, значит, ну потому что предательство подруги, все это мерзко, все это отвратительно, все это хреново, и поэтому она теперь не Надя у нас, а Гадя Петрович Хренова. Значит, ну вот. Но самое интересное, вообще-то меня вот этот весь замес не очень сильно интересовал, потому что я считаю, что футболисты все тупорылые. Ну вот все футболисты тупорылые. Возможно, я заблуждаюсь, я же не царь и бог, но последнее, за кем я буду следить, это за нашими российскими футболистами. Павел Мамаев, российский футболист. Знала ли я что-то до его появления с этим разводом? Ну, по-моему, он сидел в тюрьме, если что. Ну, как бы вот. Видишь, мужик сидит. Давай я ему стулом перееб... А там разберемся. Мужчина, можно вас на секунду? Но тут я вас удивлю, я в этом треугольнике встала не на позицию жены, увидя их натальные карты, а на какую позицию и кого мне стало жалко в этом треугольнике, вы узнаете, досмотрев это видео до конца. Такой вот я блогер, поэтому не забудьте подписаться, поставить колокольчик, ну, все дела, всю мантру вы должны уже выучить. Ставим лайк, пишем, как я хорошо выгляжу, какая классная тема, как вы меня сильно любите, я вам говорю с экрана, так я вас тоже люблю. Давайте, давайте уже разбираться в этих футболистичных хитросплетениях. Я вас внимательно слушаю. Как я презираю Тарасова, так же в целом я презираю всех наших российских футболистов, которые зарабатывают овер до хрена, не делая ни хрена, и, конечно, ну, пожалуй, мерзоточнее персонажей, наверное, надо еще и поискать, еще и со своей вот развязанностью, что типа много можно. Начнем мы с Павла. Павел Мамай, футболист, является девой по знаку зодиака, и тут мое сердечко, конечно, ёкает. Дева, я же тоже дева, я же фанат дев. Думаю, ну что же ты такой варенник-то, почему тебя так легко облапошить, потому что его облапошивают, и Алана в свое время пользовалась, сейчас Гадя пользуется, после Гади будет еще кто-то, до тех пор, пока этот человек не соберет себя в руки. И почему же, почему же он не может собрать себя в руки? У него есть, кстати, аспект Маурицио Гуччи, который умер от руки своих баб. Ну так, просто Павлу Мамаеву на заметку. У него есть Венера в квадрате с Плутоном. Венера во льве привлекает яркие, избалованные пи***ды. Вот как раз вы приходите на свидание, рядом вы ничего не знаете, если вы не знаете астрологию, если я вам не подарю курсы, вы же не узнаете никогда, что вы приходите на свидание, там сидит молодой человек, вы же его не знаете, не знаете. А если у него Венера во льве, а вы такие, ой, да мне ничего не надо, да я обойдусь маленьким, и больше вы с ним никогда не увидитесь. А если вы скажете, что это, и будете вести себя вот так, то он такой, боже, где, куда идти расписываться в ЗАГС. Выходи за меня! Это связано с тем, что Венера во льве хочет яркую, хочет красивую, хочет такую вот королеву, но любить ее, оберегать ее и строить реальное отношение он не умеет, потому что чувствует от женщин опасность, он закрытый, он скрытный манипулятор, который старается ими управлять и покупать, потому что покупать это нетравматично, душу не травмируют шлюпки, которых покупают за деньги. Ну, что там травмировать? Как бы у меня товар, у вас купец, все, рыночные отношения, ничего личного. Луна, луна у Павла находится в стрельце, находится в стрельце, и жена тоже такая должна быть яркая, необычная, вот такая вот вся, вся чекуля, и луна находится в оппозиции с Юпитером. Чем больше от него требовать, чем больше им вертеть, тем он будет разворачиваться и вертеться, потому что покупая своим женщинам бриллианты, он на самом деле пытается заслужить любовь той самой главной женщины в жизни каждого мужчины. Это мама. Такого поворота я не ожидал! Которая его обесценивала, которая ставила его в позицию «я умный, ты дурак». Ну и вот он пытается теперь со своими женщинами сделать все, чтобы показать, что он самый умный, самый богатый и точно не дурак. Это очень важно. Нельзя Павлу Мамаеву сказать, что ты дурак. Он на тебя накинется. Почему он может накинуться? Потому что Марс у него находится в Овне, и это как раз спортивный, спортивные интересы. И вообще, ну луна в стрельце, все огненно, это про спорт. Поэтому тут спортивный, Венера во льве, много у него огня, поэтому он в спорте и достаточно успешный. Но Марс находится в напряженном аспекте с Нептуном. И я вангую. Сейчас минуточка. Вы готовы к моим откровениям? Если Павел Мамаев не начнет заниматься с психологом, он сколдырится. У него алкогольное наркотическое опьянение и полное банкротство. Вот что ждет Павла Мамаева, если он не возьмется за свою голову, если он не начнет ее лечить. Потому что, судя по женщинам, он пошел не в прогресс, а в регресс. То есть прогресс это когда каждый человек, следующий, осознанный, мудрый, умный. Но нет. Сравнивая Алану и Гадю, ну это, во-первых, очень похоже. Во-вторых, Алана, конечно, покруче. Алана, конечно, покруче, и сейчас я вам расскажу, почему. Не думайте, что я субъективна, но Алана круче, потому что она тоже дева. То есть у Аланы был запрос, солнышко в деве, это запрос Аланы на мужа деву. И она его абсолютно выбрала правильно, четко, разумно. Никаких там эмоций не было, все был расчет. У Аланы Марс в деве, Солнце в деве, Венера в деве. Расчетливая меркантильная сучка. И чем раньше она это признает, тем лучше. То, что эта расчетливая меркантильная сучка оказалась без денег, он ей не платит там сейчас алименты, так это ее проебал. А знаете, почему она все это проебала, курочки мои любимые? Потому что луна у Аланы в рыбах. Где у нее мозги в жопе были? Ну, теперь понятно. Вместо того, чтобы откладывать, вместо того, чтобы из этого пирога доющего брать и себе куда-то складывать, луна в рыбах что делала? Дружила с гадей. Ну, как бы, блин, луна в рыбах просто. Вот я вам говорю, зажигайте солнышко, потому что, живя по луне, вас ждет пиздец. Вы меня не слушаете. Вы три солнца, солнцезажигающие действия. Ой, это какой-то развод. Нас блогер опять разводит. А вот вам картина вашей жизни. Алана, имея правильного мужика, который ей абсолютно подходил, выбирает жить по луне в рыбах, где употребление чего-то там. Не исключено запрещенных препаратов, дружба с мутными женщинами, вместо прокачки солнца в деве и откладывания денюшек на черный день. Что имеет Алана? Хуй да нихуя. Вот и вы будете иметь то же самое, если не будете зажигать солнце. Если не верите мне, посмотрите на жизнь знаменитых, популярных людей в нашей российской инфосфере. Итак, луна в рыбах. Та-да-да-да-дан! Как вы думаете, где у Гадди Петрович хреново луна? Верно, тоже в рыбах. А я говорил, и я говорил! То есть, познакомились они либо в какой-то пьянке. Вообще, я думаю так, так как Алана достаточно, девчонка-то вообще, я думаю, сейчас, первая гипотеза. Развод нужен был Алане. Развод с Павлом Вселенная сделала для Аланы. Потому что, имея три планеты в деве и не работая, это прискачет к большим проблемам по здоровью, серьезным. Под серьезными проблемами со здоровьем я имею в виду здоровье, которое может кончиться совсем. И поэтому, я думаю, что эта ситуация нужна Алане, чтобы встать на ноги. Потому что хватит жить по луне и вообще быть вот абсолютно... Ой, он не платит, да серьезно, а кто же, кто... А так все отцы бывшие, всех жен, детей по Мальдивам возят. Ну-ну, ну-ну, ну-ну. Имея я еще и Меркурий в деве, четыре личные планеты в деве, а она не работающая, приложение для... вообще непонятно для чего. Вот и я, моя первая гипотеза. Развод нужен был, как встряска Аланы, чтобы она встала на ноги и начала заниматься бизнесом, делом, потому что талантов там херова гора. Херова гора. Алана на самом деле крутая. У нее есть недочеты, как у всех, но там железная леди. И гипотеза вторая, как Алана подружилась с Гадей Петрович Хреновой. В связи с тем, что Алана земля и достаточно такой земной, четкий человек с луной в рыбах, с уплыванием периодически в какие-то гулянки, где-то во время гулянки, когда Алана, возможно, подпила, подкатила к ней Гаде, с луной в рыбках. И такая говорит, боже, Алана, ты такая крутая, и начинает ее нахваливать. А откуда вы знаете, у меня такая ситуация? А просто я дева, и у меня была такая подружка. Вот ху**ка. Значит, и она начинает ее нахваливать. Начинает нахваливать, говорит, боже, Алана, какая ты крутая, какая ты красивая. А Гадя в этом мастер, в этом спец. У нее Меркурий в овне, может петь, плясать, когда надо. Правда, Меркурий, значит, в оппозиции с Плутоном у гадички, поэтому она агрессивная сука на самом деле. Вот, и она такая, ой, Алана, ты какая крутая, такая крутая. Алана, конечно, держит ее со стороны, держит ее со стороны. Явно была инициатива гадина подружиться с Аланой, а не наоборот. Держит ее, держит со стороны, держит. А потом у Аланы случается, там, не знаю, депрессия, грустинка. Сидят, они пьют вино. И Алана рассказывает, что какой-нибудь пи***** там, не знаю, что-то ее подвел. И Гадя включается, да я за тебя, да я порву. И Алана такая думает, что же ты, она за меня будет рвать? Это же, наверное, она человек хороший. Два ножа в спину сразу. Как так вообще можно себя вести? Как можно? Как? Просто мне не укладывается в голове. И тут она в ловушке. В ловушке у Гади. Гадя, конечно, всех переиграла. Выбит она, Мамаева бросит просто. И она, в отличие от Аланы, я надеюсь, сделает себе подушку безопасности. Потому что, ну, надо быть, ну, крайней, конченной, чтобы до этого не додуматься. Да, Алан? Вот, значит, Луна в рыбах. У одной жены, у второй жены. Что поменялось? Ничего. У одной Солнце в Деве, у Гади Солнце в Тельце. Земля-земля, вода-вода. Ничего не поменялось. Но у Гади Марс в Близнецах. Она более легкая на по***ушки. Она легкая, более такая, типа, да я легкая, мне ничего не надо. Я такая веселая. Конечно, мне надо. Безусловно. Потому что ты делал это кому-то другому. Но в целом, я такая веселая. Я могу рассказать стишок, могу сделать кувырок. Вот такая. А Алана с Марсом в Деве. Пришел, заплатил, ушел. Все. Она не будет перед тобой там павлином ходить. А Надя может, может играть, может разыгрывать более легкую, такую, такую хохотушку, такую. Такую. Она за него. Я за тебя порву, Паш. Я буду пида***иться с подписчиками в комментариях, Паш. Не потому, что мне это выгодно, а потому, что я за тебя. Ты сейчас либо пойдешь на***, я говорю, либо ты конструктивный диалог со мной ведешь, задавай мне вопросы, я тебе отвечу. И, конечно, здесь, в ловушке, и сейчас вообще, человек, которого мне жалко, это Павел Мамаев. Да, я не люблю футболистов и презираю их вообще образ жизни. Но он, а, не сделал никаких выводов, попал еще в большее говно. При этом я не считаю Алану говном, я просто считаю, что Алана проебщица. Вот, Алана не говно, Алана проебщица. Возможности и шансы. Но этот развод для нее огромный шанс для роста, для рывка, для скачка. Надеюсь, что она его использует. Сейчас я реально заново влюбилась в свою говную. Паша-то в гадиных руках. А гадя будет им крутить. До тех пор, пока Паша не уйдет кому-то более такому же, но с другим ракурсом. Или Паша не уйдет в алкоголизм и наркоманию. Что, кстати, с гадей более вероятно, потому что она такая, ну давай, такой смешной, когда пьяный. Ха-ха-ха. Что вы говорите? Вы ничего не знаете. Она вообще гадя, злая сука просто. Злая, конченая сука. Вот, поэтому гаденьки желаем счастья им с Павлом. Алане желаем роста, потому что, ну хватит. Вселенная тебя не создавала для бесплатного приложения, для просто того, что ты сидела на всем готовеньком. Ты дева, будь добра уметь зарабатывать и отвечать за свою работу и, соответственно, организовать свою жизнь так, чтобы ни от кого, ни от какого мужика не зависеть. У меня как бы такая репутация, я такой бездельница, жены футболиста, которая ничего не делает. Как вам этот выпуск? Напишите мне в комментариях, как вам эти хитросплетения. Доказала ли я вам, что одна херня только в профиль, но единственное, Алана как бы, ну, как бы уже не в этой истории. Немножечко, немножечко грустно по поводу того, что Павел ведет себя как сука по отношению с детьми, но, возможно, до их старости он и не доживет, ведя такой образ жизни. Поэтому ему и не нужны в старости эти дети и стакан воды. Вот, поэтому я думаю, что каждый выводы на нашем канале сделает сами. Пишите, как вам выпуск, какой еще тройничок разобрать, потому что мужчина после одной жены, создающий другие отношения, та же ху**, только в профиль, либо хуже. Только после разрыва собираем себя, собираем свою самооценку, зажигаем свое солнышко, качаем свою Венеру и тогда выходим на новый уровень. Ничего не делая, катимся как говно в проруби, куда и катится Павел Мамаев к моему, честно говоря, сожалению, потому что, ну, я люблю Деву. Он достаточно огненный чувак, который может тормознуть, если бы захотел. Вот, ставьте лайк, пишите, пишите, кого еще разобрать, подписывайтесь на канал. И я вам желаю настолько себя ценить, жить по своему потенциалу, чтобы никогда не вступать в эти ебаные треугольники. Не для того вас вселенная создавала, не для того вас любили планеты, дарили вам таланты, чтобы вы были чьим-то запасным аэродромом. Цените и любите себя. Я вас обожаю и до новых встреч. Пока-пока.